Доброго дня! Сегодня мы выступаем с Клавдией. Это наше второе, по-моему, выступление. Там в нашей пружине выступают. Я обычно вообще, я же лидер. Я 20 лет лидер. Я привык сам все делать. И для меня сегодня, конечно, большое испытание в паре с Клавдией работать. Такой вызов лидера. Возможно, будут какие-то докладки или еще что-то. Это она виновата. Друзья, приветствую вас на этой замечательной конференции на ее втором дне на нашем выступлении, тема которого «Почему самоуправление не работает». Как вы озвучили, мы представляем компанию «Сибирский кедр». Компания чуть подробнее. Предводитель, основатель. Расскажем. Что мы делаем? Ну, так мы себе увидели, да, что это инновационная, волшебная компания, восполняющая баланс между человеком и природой. Зеленая компания, опирающая на ценности единства природы и человека, создающая комфортное пространство для человечества. Ну, занимаемся банальным озеленением, благоустройством. Деревья садим газоны. Раньше делали это на частных участках. Соответственно, с 2013 года мы вышли на проектирование и реализацию городских пространств. В целом, создание среды зеленой. В последние лет 5 мы занимаемся еще активно вопросом рекультивации. То есть, это восстановление плодородия, восстановление природного многообразия на нарученных человеческим воздействиям территории. Вот. Ну, такие штуки. Если кому-то интересно будет, можно по QR-коду потом пройти и посмотреть на сайт на то, что мы делаем. Компания 23 года. Ну, я был на прошлой конференции, рассказывал там об истории компании, да, как раз о своих страхах. Там Александр иногда спрашивал, как участки страхи определились с праздниками. В общем, в максимальном своем развитии компания представляла собой 8 юрлиц. В принципе, они все существуют, но сейчас вот мы конкретно про компанию «Сибирский кедр». Максимальное количество было, около 120 человек, но это было 80% производственного персонала, то есть дворники, рабочие. сейчас компания порядка 30-40 человек по этому составу, да. Оборот компании был у нас максимальный 130-150 миллионов в год. В прошлом году был, по-моему, 40-50, ну, упал за счет самопроведения. Ну, не за счет самопроведения. Но они сейчас подвигли к переменам, к очень серьезным переменам, задумывания вообще того, что мы делаем, зачем мы делаем. и в таком бы на самом деле. Вот. Вот что мы себе представляем. О том, как в старинной компании сейчас, хочется добавить. В конце прошлого года, подводя итоги финансовые, учители приняли решение приостановить деятельность компании, разойтись, вывести свой капитал, потому что, ну, потому что уже начали тратить капитал, который изначально должен был приумножаться. и один из учредителей сказал, что деятельность продолжает, но уже не за счет основных средств, да, учительских, а считаем, сколько нам надо, на эти деньги кредитуемся, живем, развиваемся, ну, либо же... или уже нет. Да, да. И... три года мы внедряли самоуправление, внедряли, но не сработало. Ну, примерно так вы видели, да? Да. Ну, определенно есть какие-то, у членов Олега и моего коллеги. Об этом хочется поговорить. Ну, вперед сильно забегать не будем. Я предлагаю традиционно начать с драйвера, пока все начиналось. Можно ли я выставить? Нет, конечно. А презентации все выложили. Да, и будет QR-код, по которому ссылка на Google Лизе презентация будет. А, конечно. Понимаю решение о переходе на самоуправление. У Владимира явно был какой-то драйвер. Мне это здорово. Ну, действительно, никто не спросил. Это еще до этого было. Это то, что вы получили в прошествии трех лет. Был драйвер, но вроде явно никто не спросил. Самое интересное, чтобы прояснить этот драйвер, мы решили только спустя два года, с начала всего движения. Мы пригласили Дилгу Цепина помочь нам настроить самоуправление. И он сказал, давайте начнем с того, для чего вам это. Мы, собственно, поймем, что хотите-то. Ну, и вот такое получилось стремулировать драйвер. Самое интересное, что это реально, это нужно прямо запомнить, это основа основ. Все начинается с драйвера. Если вы не понимаете, почему и зачем вы что-либо делаете, если бы дальше ради ему говорил, то есть бесполезно вам никуда не требить. И мы полтора или два года топтались на месте, и мы очень любим себя обманывать. Вот сегодня вообще все выступления про честность, а честно быть очень непросто. Ну и прямо, когда конференцию приготовили, признаться в себе честно, да, что самоуправление я делал не для людей. Хотя изначально был, ребят, я для вас, чтобы вам было счастливо, я делал не для людей, я делал исключительно для себя. И честно признаться, именно через драйвер, и Дима прямо раскручивал на это дело, я говорю, чтобы людям жилось хорошо, Володя, зачем тебе? Ну, потому что я просто устал с оперцовкой, я реально запарился, потому что меня постоянно выдергивали на решение каких-то вопросов, у меня было куча проектов, которыми я хотел заниматься, и я не мог посвятить им себя. То есть компания росла, и чем больше она росла, тем больше на меня отдыхал этот проект. Ну вот, соответственно, драйвер вот так вот выглядел, да, на событие мое время, автоматизировал как-то работу, чтобы я мог заниматься какими-то там направлениями, которыми я говорю. Ну, а по факту, как бы, причем самое интересное, что драйверу спустя два года, а он ли был, когда я начинал все это делать, и он ли сейчас? Это большой вопрос. Но сейчас какое-то другое представление и это постоянно с меня нет. Да, но когда на первом собрании Владимир коллег пригласил, да, на общую встречу, и умещал об этом светлом будущем, о том, что мы переходим в самоуправление, воодушевленно так рассказывал, говорил о том, как вам сейчас будет хорошо. Я тут придумал, сейчас сделаем хорошо вам. А люди постареют непослушно, кивали головой толком, не понимая вообще, что происходит, куда втягивают, какие последствия это все повлечет. И, ну, Володя уже сказал, да, что признаться себе, что, ну, не для людей, не им хорошо, а вот свои какие-то потребности удовлетворить, да, это очень такая непростая история была, да, и альтруизм. Ну, большое заблуждение, это вообще принцип манипуляции, то есть, мы что-то делаем, то есть, давайте в первую очередь признаемся, зачем мы делаем это себя, и уже, ну, да, будьте чисто с собой с людьми. Да, и далее хочется поговорить о тех иллюзиях, которых мы летали как в углоках, и которые разбились в реальность. Да, и вот эта волшебная сказка, Лалу, которую многие рассказывают, ты читаешь, и говорим, вау, сейчас будет эволюционная цель у компании, сейчас будет эта инновационная, ландшафтная компания, воспрывающая, баланс, тышь, правда, человеком, людям дадим свободу, они все-таки большие, классные, и даже рабочие, самый большой, ну, самый простой дворник, он равноценен, и он тоже вносит вклад, и все, что нам нужно, получается, ну, это прям реально в этой люди был, а нужно просто дать людям свободу, да, люди, ну, как звередьки, ты дать в жизнь, жили бы там, открыли, беги, давай на дикую природу, в этом все будет классно, потом можно тоже выбирать это, и, соответственно, как бы была такая прям история, потому что, регулярки не было совсем, ну, от слова, такой, как бы, очень, творческий, очень классный, продуктивный хаос, вот. Сейчас мы едрим, и все заработает, само, ну, волшебство же. Да, и что самоуправление, это место регулярного менеджмента, то есть можно как-то это просто перепрыгнуть, обойти вот эту бюрократию, эту всю фелью, и там, как бы, раз, и счастье такое, как бы, да. Реальность оказалась таковой, что это не или-или, это и то, и другое, и даже больше, я думаю, слова Иван Болчанова, которые как мандра звучат, да, и самоуправление, в нем еще больше регулярности оказалось, чем регулярному менеджменту, да, только плюс еще добавилась гибкость и переменчивость. И на начальном этапе это требовало еще большего включения лидера, то есть вот это я сейчас включу настроечки, да, и все, я пошел, а вы дальше сами. Ни фига не угадал. До сих пор еще осознание этого приходит. Вот. И тут, и история в том, что раньше, сложность в чем заключалась, что раньше думающая голова была одна, а сейчас этот навык нужно было передать другим. И ответственность у лидера уже становится другой, она трансформируется, она заключается в формировании среды, да. Да, в формировании среды, если наша ответственность была у меня, допустим, много, я понимаю, за прибыль компании, за эффективность ее работы, за еще что-то, то вырастает уровень этой ответственности лидерской именно, да, как основателя компании. Это был, как бы, ну, это тоже, как бы, один из драйверов, да, который меня повел на это дело. Ответственность за судьбу компании и за ее жизнеспособность без лидера. То есть не просто, как бы, чтобы компания чувствовала, работала, там, и прибыль приносила, это мы делегируем, пожалуйста, команде, мы вопросы распределяем. А теперь моя ответственность, как лидер, чтобы компания работала и без меня. она делает ваше дело. Эта конструкция такая же устойчивая, если это гренообразующее предприятие выйдет в сторону, да, рухнет или нет, и вот настроить эту всю работу оказалось не так и просто. Следующая иллюзия, это иллюзия команды. Будем делать все, что захотим, получать сколько захотим, нас никто не уволит, никто не другает, но мы же сами, нам сказали, мы теперь сами. И попробуйте еще сказать против, ну, сами же сказали, самоуправление теперь и все. Реальность оказалась такой, что людям на самом начальном этапе дали очень много свободы, а пользоваться ей не научили. Мне сказали, что в догонку к свободе еще идет и ответственность, и здорово бы эту свободу давать тем, у кого ответственность есть, а не всем подряд. Но на тот момент и сами до конца это понимали, до сих пор проживаем вот это осознание. И плюсом к свободе ответственности еще дисциплина, из нее тоже надо не деться. Вот такая формула у нас интересная получилась. как вызов в этот вопрос звучит. Да, достаточно ли у вас дисциплины, чтобы вас шпить задумывать? Да? Кто вы подразумеваете под дисциплиной? Я могу прям вот эту штуку с дисциплиной очень круто как-то разбирать. Вот смотрите, я в свое время как-то занимался не бегом, а третоном, как и сейчас бегущего. и в какой-то момент, когда мы не понимаем, зачем нам это действие, для того, чтобы просто ну на начальном этапе нужна дисциплина, потому что мы не знаем, что мы получим в результате этого. То есть мы будем каждое утро выходить на пробежку и бегать там, не знаю, там зимой минус 30 как бы по часу, но бред же. Зачем этим заниматься? И вот получается на начальном этапе обязательно нужна дисциплина. Дисциплина в компании, дисциплина в регулярном, мы нажмете, да, дисциплина в региальных обзорах, дисциплина в тех правилах, которые мы придумали. Важна дисциплина, потому что потом просто брать и делать это, потому что мы вынимаем ценность этого, мы можем так, когда мы получим опыт. Если у нас нету положительно закрепленного опыта, то мы не будем это делать. Именно как бы дисциплина какой-то начальный этап, на котором нужна вот эту ответственность. Дим, у тебя другое, да, мнение? Ну, у меня, да, у меня есть сомнение с дисциплиной, у него есть очень четкая дисциплина, когда, как бы, все, ты должен делать так. А как раз живые системы, он говорит, класс, ошибитесь, но обязательно потом приведите эту перспективу. Вот. То есть, это как бы дисциплина не в том, что мы четко следуем, что мы приняли, но мы каждый раз обязательно вернемся и получим обратную связь и сами решим, чтобы, знаешь, попричь людей в думании. Чуть-чуть больше, чем шире, чем... Мы там дальше обратим внимание, да, в связи с этим вопросом. И таким образом получилось, что свобода это не самодеятельность, самодурство, да, как получалось у нас, а это продуманные четкие шаги с пониманием драйвера. То есть, что мы делаем, для чего нам это? Свобода это ответственность за последствия каждого шага, да? А можно как-то, я просто, может, так мысль, сформулирую, скажу, это какое-то культивирование? Ну, я не знаю, я руководитель, если я сам не пришел на работу, то я не знаю, как я могу их? Абсолютно верно. Это вот мы с ними прям собирались, когда он говорит, ребят, начинай встречи календарей писать. Я никогда ничего в жизни календаре не писал. Ну, то есть, у меня настроение проснулся, есть, я делаю. Нет, я не делаю. Это 23 лет, 20 лет жил. И прекрасно, как бы, работала компания. Он говорит, нет, все, теперь вот следующий момент календарь. И вопрос, когда вот это пошел и все как бы делал, да, больше людей, на это повиси, а ты сам-то готов к этому? Да, знаешь ли у тебя дисциплины, все остальное, для того, чтобы приучить себя к этому. Сейчас у меня все по коридору, все четко, как бы, басно, для этого не свободно платят. Здесь хорошая аналогия со спортом, что для того, чтобы достичь каких-то результатов, тебе надо делать постоянно определенную, ну, последовательность действий. Но набор этих последовательных, да, и очередность, и искусственные наборы все же самые. У нас, кто знает, небольшая дискуссия. Если есть прям вопросы какие-то, как бы, да, прям острые. Искусственное участие называется. Ты считаешь, что это прямо ценно и важно? Пожалуйста. Да, меня смущает историю дисциплины с точки зрения того, что должно быть желание. Да, то есть, многие пытаются начать бегать, да, но, как бы, не имея желания, осознанного, да, что вот, для чего он это делает, собственно говоря. Он и перестает это делать. Для этого, что многие здесь начинали что-то делать и потом заканчивали. Вот смотрите еще раз. И еще делать, на мой взгляд, да, то есть, как бы, сформировать у персонала, да, желание, да, объяснить, показать выгоды, показать на личном примере, да, то есть, не дисциплина через должностнование, а именно истинное желание что-то делать. Как мы здесь говорим о свободе, свобода, это свобода выбора. Выбор делаешь ты. И ты, делая этот выбор, ты должен четко понимать, кто, не должен никому, да. Но здорово, если ты, делая выбор, четко понимаешь, что ты хочешь, зачем это тебе, простаиваешь какую-то последовательность действий, шагов, ты понимаешь результат этих шагов, да, чего ты получаешь. Далеко, еще раз, сначала драйвер, чтобы было понятно, что происходит, зачем. Скажите, пожалуйста, по-русски слово, драйвер, я ничего не понимаю. Драйвер, очень прикольная штука, еще раз как. Зачем, вот, вот, мотив. Зачем, вообще, мы вас здесь сегодня собрали. Отлично. И вот происходит, как правило, из четырех частей. Первое, что происходит, как это на нас влияет, соответственно, что нам нужно сделать, и какой эффект мы от этого ждали. Отлично. Мы прошли путь, и прошли определенные этапы, получили результаты, ну, не знаю, негативные, негативные, как можно оценивать. И, мы понимаем, что многие идут в самоуправление, многие его пробуют, но многие, как бы, естественно, бросают, либо боятся туда идти. Я сейчас, ну, правильно закончу. Вот. Соответственно, как бы, мы понимаем, как бы, ценности, важность этого подхода, и хотим предупредить людей о каких-то возможных ошибках, которые они могут, ну, как бы, совершить на этом пути. Ожидаемый эффект. Все понимают опасности, подводные камни, все понимают, как бы, какой-то момент, да, лучше раскрывать. И эффективно внедряется управление, не наступая на антиграбель, на какой-то период. Вот. это драйвер КТШК. Зачем ты что-то делал? Зачем? Что происходит? Как это нас влияет? Что нужно сделать? И, соответственно, какой результат нужно? Тогда все сразу понятно. То есть, я хочу бегать, потому что, допустим, я не спал. Володя, давай вопросы в конце, потому что мы не дойдем сейчас. Дайдем. В конце все вопросы, записываем, запоминаем. на телефончик, супер, спасибо. И таким образом, получилось, что шагать начали смело, совершать ошибки, а ответственность за них брать будет не готова. И вот такое возрождение ответственности у нас произошло. intercept. Да что касательно, что противから какая-то вновляют ответственности не должна быть, еще что-то. По факту у людей в, В жизни, есть никаких ответственность. Но по факту, на мой взгляд, ответственность является, когда я делаю что-то, отвечают и понимают, что это цена. Вот это всё, на мой взгляд, 架ом este нет ответственности. Она никуда не девается, она есть, но когда человек осознает важность, ценность этой ответственности, это круто. У нас это было так, ну, то есть, ну, классно, вообще, люди ничего не предпринимают, потому что боятся. Потом люди начинают ну, что-то ошибаться и признают, что это дело, ну, это типа, что-то виноват другой, да, мы там, вовне, там, не знаю, президент, лидер, директор руководства. Да, да, да. Потом, соответственно, здесь, как бы, ну, не обвиняют, но, соответственно, как-то так это все происходит. А здесь уже, ну, учатся на этих ошибках. Ну, за три года я увидел такую эволюцию, как бы, у людей, ну, и у себя. Да. Сказать, что мы переходим на своё управление, а теперь вы сами можете принимать решение, было весьма наивно, потому что вот этот навык принятия решения, ему нужно учиться, этот навык нужно прокачивать, потому что у людей в большинстве своём нет, не привыкли они решение принимать, что для них решение принимает кто-то, да, вот, что-то родитель, начальник, жена, или, ну, всех паразитов, да, мамы, папы, вот. А сетовать во всей этой истории на то, что коллеги не проявляют инициативу, тоже была не очень хорошая идея, не очень хорошая история, потому что, ну, как вариант, припоследствии того, что у них какая-то система не прояснены зоны ответственности, кто чем занимается, то есть люди просто могли не понимать, в чём вместо им свою инициативу проявлять. И, может быть, замечали даже такое с детьми, они говорят, давай, будь инициативным, предлагай, может, предлагай, ты говоришь, а это не твоё мое дело, это не туда, и пока мы вот эти зоны ответственности в компании не прописали, людей вовлекать вот этой ответственности, как бы очень, ну, есть большая такая вероятность, что просто им подадим по-русски, потому что они будут пытаться что-то сделать, что нет их в зоне ответственности, и мы будем постоянно возвращать, поэтому нужно обязательно какое-то описание понятное, где ответственность проявлять, как это делать, ну, это прям соцсетеврательное. Следующая иллюзия трансформационная. Это вообще беда, конечно. Это моя большая беда, я когда начал всё-то что-ли сделать, я пошёл в психологию, в какую-то эзотерику, я увидел всех творцами, в каждом из коробочных, все абсолютно, это просто как бы там детские какие-то переживания, там и так далее, какие-то старые паттерны взятые, навязанные, и у людей вот, ну, делают такими, какими они есть, да, вот это просто убери, с каждой проведите сеанс психотерапии, я влечился в психотерапии, психоанализ, всё, детские травмы пошли, всё, и они сейчас станут вот прям вообще сидеть. Сейчас я в них поверю, они выросли, они выросли, да, я в них поверю, увижу, раскрою у них потенциал, и они прям запоют классно. Я так схватился за эту идею, я вот прям двумя руками за неё держался, и вот ждал, что у нас там в агроном как бы навременно станет ещё и финансистом, он всю технологическую карту расширяет деньги, всё остальное, и человек просто, наверное, цветы выращивает. Для понимания, да, потому что это вот человек, который вот за растениями знает, как если вырастить, что вырастить и так далее, а мы ему слушаем, ну, ты давай, просчитай себе стоимость, все затраты, все приходы, все расходы, реклама упадает, и слова, да, и давай, вот ты не горшочка своих хабашист, а вот это всё нам распиши, то есть ты практически без бесплатно. Ты же предприниматель по природе своих, как каждый, как правило, мы же каждый предприниматель, ты можешь, мы знаем, мы верим, мы подали. И вот на этой вере можно уехать очень далеко и не туда. Брать аккуратно с этим делом. На самом деле, люди такие, но далеко не каждому это надо. И здесь нужно уметь слушать, смотреть на людей. Тоже из таких иллюзий, трансформационных, да, в компании, на примере, вот у нас гараж есть, да, техника, парктехники, трактористы, и расскажешь подробнее? Ну да, очень просто. Ну, то есть, веря в людей, еще можно их, и обладая, ну, это редискальное качество, силы убеждения. Да? Я в тебе верю. Я в тебе верю, у тебя все получится. И он на этом топливе едет, 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 у него не получается, от этого и вера, и вот этот вот паровозик, ну, прям. Да, вот мы этой иллюзией мы ждали, что он тракторист вдруг станет лидером, предводителем своего направления, там, и зелень, он самостоятельно ждет, и там, сколько-то несколько человек тракторитов, организаторов, то есть, ребята, которые такие, ну, там вас случили, сейчас мы будем. Ему стала интересна эта тема, то есть, он, это и наркомания самоправленческая немножко проникся. Да, хочу, давайте, мне это интересно. Круто, чувак, тебе интересный, ты такой же, как мы, мы в тебя верим. Давай. Ну, давай. Ну, вот теперь ты точно давай. И вот у него никакого не получается, он приходит, ребята, ничего не получается. Ладно, ладно, сейчас мы тебе подскажем. Сейчас получится. Очень аккуратно. Получается, как бы, замечательный мультик такой, да, крылья-то, может быть, есть у всех, не значит, что все будут летать, а мы, как будто, пингвина хотели куда-то в космос запустить, а он там с высоты птичьего полета будет вещать, как организовать рабочий процесс внутри домена. И, ну, это, длинная история. То, что я сказал, расскажет, когда в этот момент, это прям. Да, и мы долго ждали, надеялись на то, что на это чудо, но чудо не произошло, и на одной вере, как оказалось, скиллы не прокачаются. Самоуправление невозможно без смены картины мира, как самого лидера, в первую очередь, так и всех людей в команде. В классических компаниях зачастую у людей нет потребности в развитии, у них нет на это запроса, потому что у них есть руководители, есть понятные задания, есть зарплата. А чтобы люди начали двигаться в сторону самоуправления, нужно менять мышление, и один из вариантов, как это можно сделать. Вот на такой схемке представили, опять-таки наше видение не истинное первое инстанции, а лишь наше рассуждение на тему. Мышление, то есть наши мысли, это не что иное, как результат переваренной информации, которую мы подгрузили в мозг, и опыта прожитого нами. За мыслью часто следует решение, совершение действия, действие приводит к последствиям. И вот если в самое начало стенки вернуться, точка отсчета инфа, которая у нас есть, и опыт. На опыт мы никак что влиять не можем, это то, что мы уже прожили, пережили, это уже не изменить. Но повлияет на ту информацию, которая внутри нас, вполне себе можем. Подгружая информацию новую, у нас мыслительные процессы идут иначе, принимают другие решения, там действия совершенно иные, и последствия совершенно тоже другие. И вот так по этому кругу, вот по этому циклу, ходя, бродя, хотя бродя, помаленечку меняем вот это все, по крупинкам меняем свое мышление. Здесь хотелось сказать про среду, как мы говорили, что получается роль, задача лидера создать среду, в которой люди могут трансформироваться самостоятельно, не вот этой верой, как бы там убеждением, и буквально утром мы шла-дежки подготовили, пришла история, что в этой среде должны быть три составляющие. То есть, во-первых, возможность получать такую информацию, то есть обязательно для этого должно быть пространство, время, для этого должно быть место. Вот рассказывали про неделю 4.1, вчера, когда-то, когда-то, да. Важно, чтобы это было время обязательно, где люди что-то новое прочитывают. Да, здесь, позвольте, Людмиле немножко, здесь очень важно следить за тем, какую информацию вы в себя погружаете. Очень важно ценность этой информации получать, ну, понимать, да, какой источник информации, что действительно, вот то, что мы сейчас мозг загружаем, оно приблизит нас к желаемой цели, к желаемому результату. Ну, это информация... Не всякий мусор. Малую информацию получить, необходимо, чтобы в среде были некие ограничения, некое давление среды, для того, чтобы эту информацию начинать превращать в опыт. Ну, потому что я могу что-то узнать, прийти, как-то дальше себе. Убасно. Ну, узнал, узнал. Ничего не нужно. Узнал, делай. Ну, то есть, среда должна как-то давить вот эти вот ограничения. Есть ключевые ограничения, в конвасах и в лице цехраде. И, наверное, они должны быть, чтобы у человека было какое-то, ну, желание проявлять. Здесь аналогия с изучением иностранных каких-то языков. В школе мы все учили, все там, на пятерки сдавали, но не факт, что мы теперь все разговариваем замечательно. Ты учишь язык, если ты его практикуешь, ты дальше заговариваешь там, если ты в школе сходил на уроки, посидел, в уроке дома, сделал домашку, и дальше никуда. Ну, это останется там. Третья составляющая важная, то есть обучение, ограничение себе, давление некое, чтобы проявляться. В этой среде должна быть поддерживающая какая-то история, потому что трансформация это всегда затрата энергии, это всегда тяжело, это всегда сложно, должна быть какая-то поддержка. Это вот как раз фасимпляция, возможно, какие-то встречи, еще что-то. Это та атмосфера, в которой мне приятно меняться. То есть самоуправление это всегда про изменение, про трансформацию. Но не какая-то принудительная, а через создание следы, которая нас, ну и позволяет нам менять сам. Следующая иллюзия, это иллюзия управления. Придумать правила, доминовать встали, сейчас вот, все хорошо, сейчас классно, сейчас попрямо. Теперь точно заработай, грамя, конечно же, как хочешь и нажим, мы повторяем, куда мы без него денемся, да? Вот здесь мы, получается, все, два года сидели, да? Думали, почему у нас там не идет, пробовали, что-то налаживали, ну и вот реально как раз, давайте все напишем, как по социократии, вот мы взяли социократию, как учебник, как с утра, там учебник уже дурят. Сейчас мы все сделаем, сходили на курс, Квани, круто, с Димой посвещались, с Мишей Рябовым, встречались, со всеми, встречались, говорится, описали драйвер компании, вот такой, канвас компании, из мечты, там, драгон-дрим, все дела, собрали управляющий круг, выбрали людей, проявили по паттерну выборы, вот так все получилось, и вот соответственно, как все, вот прям думали, как бы вот все, у нас сейчас пойдет, все, мы все молодцы, все, все отлично, опять вот эта волшебная таблетка, новую, как-то продавала. Да, но не сработало потому, что написали, сделали и положили, как это дальнейшая работа с этим, по сути, не велось, коллегиальные обзоры планировали, да, вот потому, чтобы обзор, куда понимать, что мы делаем, как на результаты посмотреть, планировали эти региальные обзоры, но не всегда проводили, ну, потому что, ну, еще, ну, работать надо, ну, мы же уже написали, ну, вот, стоите, пожалуйста, все равно, уже было там, где заниматься. Какие-то планы развития, пересмотра, актуализации, про это вообще речи не было, сопротивление очень хорошее, такое, сильное было у коллег, ну, написали же, все, есть самообзорование, работа, и получилось, что мы погрязли в операционке, вместо того, чтобы периодически делать паузы и думать, а делать это мы сейчас что, для чего мы это все делаем, если не получаем желаемого, то что же нам нужно для того, чтобы прийти к желаемому результату? И вот, хочется обратиться, потому что, да, что вроде, ну, сейчас, из того, что мы говорим, получается, мы применяем сессообразие, но она, подло, не работает, не только. Ну, то есть, мы ее делаем, все, мы писали замены, мы описали, мы проводили региальные обзоры, мы делали стратегию, мы даже укиар, как мы увидели, цели прояснили, мы все сделали, но мы не работали. Я купила себе резинки для фитнеса, положила их в шкаф на полочку, но почему-то не пишутся не хотели. Поэтому хотелось обратиться к принципам, получается, уже на курсе по презентации Ивани, просто слушая уже, ну, уже с моего года, миллионный раз, миллионный раз, и я вспомнил, как бы, что соцократия есть не только паттерны, соцократия фундамент, основа, это принципы, и не понимая их, не разбираясь, они на первой странице, но мы, как правило, а, ну окей, пролистурили, дальше пошли в тех инструментах, но вот это вот наша российская привычка, не знаю, не читать друг с другом эксплуатации, технику безопасности, поэтому вот, мы хотели, что... Трукцию Икейн читает только трус, в принципе. Хотя, технику безопасности уже как микролог, уже когда все случится. Да, мы оказались не трусами, и, ну, собственно, к чему это все привело, мы сказали в самом начале, в нашем выступлении, далее хочется поговорить о принципиальных сложностях, или сложностях в реализации принципов самоуправления, и вот, как техника безопасности, вот эту фразу большими красными буквами, я не знаю, там, на стену, на уху, на зеркало, куда угодно, беря принципы за основу и не понимая их сути, применяя инструменты, не забравшись в том, как они работают, глупо ждать и надеяться, что самоуправление случится. Эти слова, кроме написанной, и нервами, и деньгами учредителей, и станет. И вот аналогия такая с фундаментом, то есть, сразу стройки понимают, как бы, и блока, да, и выстроили, кто сейчас момент какой, что, чтобы, получается, паттерны, это как кубики, как строительный материал, на котором можно построить организацию. Самоуправление, это, в принципе, социократия, любые другие подходы, они позволяют выстроить тут небоскреб. Но, без должного фундамента вы не построите, он начнет просто рушиться в данном определенном моменте. И вот, как в фундаменте есть, как залить его, нужен цемент, песок, щебень, арматура, вязательная проволока. Нужно определенным образом это смешать, нужно определенным шагом навязать эту арматуру, нужно, чтобы это выстоялось, нужно туда добавить еще пластификатор и различные как бы еще элементы. Если вы что-то из этого пропустите, если вы, допустим, все это просто скините и не перемешаете, ну, понятно, ничего не будет. Если вы забыли связать арматуру, то, соответственно, фундамент ваш тоже развалится на каком-то этапе. Поэтому, вот, принципы социократии это фундамент. Это то, с чего нужно начинать. И, в чем такая вот штука, они... Даже если не захочешь с чего-то начинать, оно одно подцепит, подтянется с собой в другое. И на первый взгляд все просто. Ну, на первый взгляд все просто. Но это как химической формуле, там, крайне ворота, смешал это, это, как рецепт. Понимаете, да, рецепт. Все просто там, положись в борщ, свеклу, все остальное, ну, блин, у одного борщ получается офигенно вкусный, у другого прям, ну, просто похлебка какая-то, которая собака не скачает. Хотя, ингредиенты все пишь сами. Вот, хочется поговорить о рецептуре самоуправления и принципах, которые есть. Да. Единственное, чтобы добавилось, знаете, что в чем как, если ты в доме хреновый, фундаменте придется дом сносить, а то можно спокойно вернуться назад, достроить и опять. И вот это прям намного проще. Да, синдикальность инструмента. Так, давайте пройдемся по принципам. Прозрачность. Записывайте всю информацию, которая представляет ценность для организации и делать ее доступной для всех в этой организации. И вот прозрачность, это, ну, по аналогии по живым системам, это как нервная система. Это вопрос, насколько вы быстро получаете сигнал, у вас приходит мозг, да, от ваших рецепторов, от ваших органов, насколько это быстро приходит. Вы представляете, что ваши домены это разные органы, разные части тела, и, ну, и голова не знает, что делает рука, да, там, или, ну, они просто между собой не общаются. И можно сколько угодно собирать информацию, можно сколько угодно ее записывать, открывать зарплату, мы открыли зарплату буквально сразу. Мы начали записывать протоколы, еще что-то, мы начали в видео записывать встреч, документы какие-то собирать. Но по факту получается, что мы два раза, две раз подняли, ну, просто, вот этот, шкаф стоит, ничего не понятно, не понятно, где мне найти, человек приходит новую, не знает ли, что брать, то есть это какая-то свалка информации. Хранилище. Хранилище, да, не хранилище, это свалка, потому что хранилище можно как-то найти. Поэтому вот, чем дальше развивается компания, прозрачность очень важна, по-моему, сегодня был так, как говорить про прозрачность, про эти инструменты. Важно понимать, какую информацию фиксировать, как ее находить. Вы знаете вопрос, если вам нужен какой-то документ, как вы это быстро найдете? Нужно ли вам обращаться к кому-то, отвлекать его от инкриционной работы, чтобы найти этот документ? А самоуправление это коммуникация, это постоянная коммуникация, это как раз работа с информацией. Вот если в моменте прозрачности как бы здесь понапутано, то, ну, знайте, как бы что будет об этом с фотографиями, потому что как раз здесь все должно быть прозрачным, максимально выше. Здесь можно еще сказать про приход в компанию нового сотрудника, то есть где, как он может познакомиться с происходящим. И так, что сходи туда, спроси кто, спроси кто. Меня отвлекает коллег от работы. Это же принцип равноценности. Вовлекайте людей с принятием совершенствования решений, которые на них влияют. Да, и вот здесь мы начинаем такую историю играли, что да, равноценность, еще раз, это тоже важно в момент, что мы не равны, но мы равноценны. А если у нас не будет уборщицы или дворников у нас не будет, соответственно, мы не сможем просто свою работу. Поэтому каждый вносит свой красивый вклад, меньше или больше, но каждый сотрудник ценил в создании конечного продукта. Супер, отлично. И если мы забываем этот принцип или недостаточно им уделяем внимание, ну, типа, ну, чем мы сейчас придумаем, решение какое-нибудь сделаем, но оно касается совершенно других людей. И когда вы какое-то что-то придумали, что-то сделали, людям предложили, оно не работает, точно знайте, что вы не соблюли принцип равноценности. Вы не привлекли к решению или к принятию этого решения тех, на кого оно влияет. Соответственно, как бы они это делать не будут, потому что они не заинтересованы. у нас прибыло такое заблуждение. Зачем ребята отвлекаются, потому что они работают на объекте, к собраниям непривыкшие. Мы тут уже засиделись, уже как бы зад у нас уже плосками, эти столицы, уже все умеем. Сейчас эффективненько все придумаем, для них классно и все. Системы мотивации мы так разрабатывали. Что-то остальное, мы что-то придумаем, финансист придумает с теми взрослыми, что он от дактористов приглашает, и говорит, смотрите, если у вас прибылька такая, переработка начни часы дневные, куда-сюда, и есть возражения? Нет. Вот это все, как бы, да. И, а потом, ну, что у вас не работает эта история? Да, вот здесь, если даже если такой пример перевести, то есть, мне нужно идти куда-нибудь в ресторан, и я прошу Владимира, сходи, дорогой, купи мне вечернее платье, да? Девушки, я думаю, все представляют, что из этого будет, он будет стараться, он будет выбирать, выбирать максимально красивое. Одену ли я его? Видимо, ходили, да, с попробием за платье? Я себе на грамочке покупал. Одену ли я это платье потом? Будет ли мне в нем удобно? Буду ли я его носить? Скорее всего, оно будет лежать на полочке, как и все правила, разработанные для людей, но без их привлечения. Итак, следующий принцип, концепт. Это вообще, как? Озвучивайте, ищите, и разрешайте угрожение, предлагаю его решением и действиям, чтобы снизить вероятность неслабительных И вот здесь у меня прям такая интересная аналогия, я люблю дорогие автомобили, очень интересные, точнее даже другие, какие-то очень интересные, классные, спортивные. Автогонка я увлекался в свое время. Вы знаете, я когда купил на первом Мезератике, ну там лет 10 назад, я на нее сел, поехал, как бы классно, все остальное, но я не понял разницу, допустим, чем она отличается, там, не знаю, не от этого был там Субар, но в принципе по управлению разницы нет. Ну это лишь потому, что я не умел управлять спортивными автомобилями, у меня не было навыков именно как бы спортивной, профессиональной езды. Потом я уже пошел кольцевые гонки научился и понял разницу между такими автомобилями. Поэтому вот концерт, он на первый взгляд, но все то же самое. Ну то есть он очень простой, садишься и поехал. Но вопрос в том, что... Не разобравшись в этом инструменте, в сути его... Можно намотаться на стол очень быстро. И очень легко, да. И ты не понимаешь, что мы вроде бы применяем, по конценту идем, на возражения проверяем, на это все... Блин, ну не работает, он не едет, что вообще никак. И только, вот говорю, спустя три года, три часа ты это видел, да, там встреча была? Три часа. Каждое слово, каждая буква, каждый предлог четко, одно за другим, и тогда ты понимаешь, как это работает. Это даже не принятие решений через возражения. Концента намного глубже. Дима, вот я спрашивал, где-нибудь что-то ездил в Галанде. Я говорит, ездил, чтобы почувствовать вот это, вообще как принимается. Вот концепция, сначала кажется, очень простым, прям, это офигенный инструмент. Это машина, это машина, как салон на гору. Это суперкар, который может вообще все. Но им нужно реально научиться разобраться, как управлять, как ездить, делать, потому что это позволяет столько времени сократить, столько энергии сократить, без слов, без лишних вещей, четко принять то решение, которое будут люди делать, которое будет реализовываться. В настоящем моменте, да. И если говорить про аналогию с автомобилем, Концент это та самая крутая тачка, которая до сотни за три секунды разгляняется. Вопрос, если ты умеешь ей управлять, ты долетишь из точки А в точку Б с космической скоростью. Если ты управлять не умеешь, скорее всего, первый столб твой, чтобы базовый, базовый, чуть-чуть концентр, это мы вот полтора часа на концерт бы потратили, и все. Это было бы чуть-чуть базовое, а так бы надо прикоснуться. Поэтому это, а у нас 15 лет осталось. Ох, ты что? Да, вот сгоряемся, следующий принцип за ответственность, реагируйте, когда возникает потребность, делайте то, на что вы согласились, и берите на себя ответственность за направление, движение всей организации. И вот здесь какой-то момент такой, отлично, супер. И вот люди научились ответственности, ага, отлично, я отвечаю за то, что я делаю, круто. А вот паттерн говорит о том, что не только отвечаешь, а то, что ты делаешь, влияет на движение всей компании. Я такой, нифига себе. Ну, то есть, понимаете, новый уровень ответственности. Я только научил признавать ошибки, только научился на них ответственности. А тут еще у меня ответственность, ну, это, знаете, признать, что ответственность за свою жизнь как бы дожно на мне находиться, так иSi тоже будет, да? Ответственность за мои действия на компанию влияет. Да, давайте долго не будем уходить, да. Например, на примере компании нашей, есть производственные домены, которые день зарабатывают на то, чтобы мы вот такие бутоны, на что-то жили, и компания существовала. Договорились с производственными доменами, что они работают, и работу свою должны отстроить таким образом, чтобы проекты приносили прибыль, чтобы были вентабельны. А, варжинальная прибыль, да. Ограничение у домена 30% варжинальной прибыли. И они в него упираются. Отдел. Происводственный отдел. Да. Они в него упираются, берут проекты только те, которые с 30% варжинальной прибылью, и только их делают. Все, у них ограничения. И они такие, классно, мы отвечаем за своих работ, в конце года подводим финансы, и все остальное. Да, мы отработали, пожалуйста, вот, 30% варжинальной прибыли. А оборот-то какой, ребят? А, ну, оборот 40%. А если бы мы выбрали объекты, которые были с меньшей варжинальной прибылью, сколько было? То есть у нас получается, что маржиналки не хватило на покрытие операционных расходов, на послами административных, коммерческих и все остальное. То, что, ну, расчет был, как бы, на 60 на 80, там, на 100 миллионов. Вот. И ребята-то молодцы, они взяли на себя ответственность за работу своего подразделения, да? Они сделали то, что надо. Ну, мы хорошо, мы прибыли, все классно. А в целом на компанию. Мы смотрели, да. Не развернули. Ну, не ошибка. Ну, это так классно, что они выросли, как бы, что взялись. Но надо понимать, что теперь ответственность дальше. Следующий принцип – эмпиризм. Проверяйте все предложения, из которых вы исходите, с помощью эксперимента по постоянной оценке промежуточных результатов. И вот здесь труба. И вот это вот тот самый, получается, регулярный менеджмент. И вот теперь представьте, мне, чтобы принять какое-то решение, я сотрудник банально, да, вот такой, я все понял, как это работает. Мне, чтобы принять решение, нужно собрать всех, на кого оно влияет, а люди разные. Нужно, соответственно, как бы провести через консент, который хрен знает, как работает, в нем нужно разобраться. Еще. Плюсом, как бы, это решение будет влиять на судьбу всей компании, и я это сейчас осознаю. И, и вот момент, и еще. А теперь говорят, а идея в эксперименты. И ты такой, блин, да ладно, ребят, вы что-то не правы. Прямо решение сейчас, и оно будет там на год. Нет, ты сейчас примешь решение, а мы через неделю соберемся, можем собраться, или через месяц, и пересмотрим. Любимый театр. То есть мне опять все это делать. И сначала, ну, это кажется нереальным, это кажется каким-то вообще сумасшедшим, что это, ну, невыполнимая история. Но по факту, если настроены к нормальной встрече, нормальные инструменты, понятны, отточены, все остальное, получается все очень быстро, все очень хорошо. Постоянное развитие, в следующем принципе, регулярно проводите обзоры результатов того, что вы делаете, а затем постепенно, поэтапно вносите улучшения. Это вот, о чем Владимир сейчас проговорил, да, оно, как снежный пол, как, я не знаю, какая-то головоломка, да, оно одно за другое цепляется, одно из другого вытекает, и вот взять одну, просто открыть, да, прозрачность, взять принцип прозрачности, соблюдаем, далеко вы не выездите. Тут всяких из принципов в том, что они друг за другом подтягивают все остальное, это не как спатанное, ну, на русский язык переводя, инструменты, которые можно применять для работы, да, и по 75 штук и табилет, те, которые тебе нужны, интересно, здесь так не прокатит. Либо все в совокупности, либо в обществе. Если вы что-то одно забыли, все, эти решения, которые вы принимаете, если вы не будете пересматривать, не будет работать. Если вы не подключаете других людей, не будет работать. Если вы через концерт не провели, не будет работать. То есть вы будете с этими ошибками так или иначе сталкиваться, и потом будете удивляться опять идти в эту же работу, опять то же самое. И поэтому отчасти мы сейчас и решили на паузу взять, мы как бы убрали все объекты, мы сейчас договорились, что мы домаем, у нас мы сезон летний, мы домаем, выстраиваем среду, все учимся соблюдать инструменты, все полностью, да, выстраиваем среду, и только потом идем уже работать. Нам уже терять нечего реально. Но мы понимаем, что если мы дальше будем опять из операционки решать задачи здесь сейчас быстро, у нас ничего не получится. Вот реально, коль мы пошли в эту историю, отстройте сначала всю эту систему, и пожалуйста, потом уже. Вишенкой на торте, в принципе, результативность, выкладываете время только в то, что приближает вас к достижению общих целей вашей организации. И вот проясните, от цели-то у нас какие, а движемся-то мы к чему. Мы только сейчас об этом начали думать, вот относительно недавно. И получается, что не прояснив цели, как хаотичное какое-то движение, хватаешься за все подряд. И тут получается история, которую Дима говорил в самом начале конференции, что когда мы не понимаем, зачем мы что-то делаем, мы можем прийти куда-то не туда. Мы не определились, зачем, и, собственно, куда мы пришли, и мы об этом поезжали. Ну, нет, и одно личное дело, когда это личный драйвер кого-то, а другое дело, как бы, как прояснить цели компании. Потому что в классике, получается, я хочу куда-то прийти, я хочу построить дом, я хочу дать границы, я хочу там иметь на парке автомобиля, я хочу там, не знаю, что-то делать. И это моя цель, и я, соответственно, потихонечку к этим целям иду, и все, перенача, как бы, ну, в результате свои, там, задачи, да, идут к моей цели. А в самоуправлении же мы говорим о том, что, окей, равноценное, ага, отлично, а что важно для людей, это тоже совершенно другое. Вовлечь этот процесс формирования целей, мы сделали ретро, мы сделали стратегию, после стратегии, мы, по-моему, месяц разбирались с уфиаром, и быстрее шпать провели. Наконец-то эти, как бы, ну, сформировали эти цели, перегрели их уфиаром, это целая история. И теперь, по крайней мере, понятно вообще, что нам делать. И теперь, когда мы начинаем что-то делать, мы спрашиваем, так, погодите, а нас это приближает, ну, к тому, что нам, ну, к тому, что мы хотели? Нет, давайте это не делать. Давайте первое, что делать, то, что нас приближает пункт туда. И когда у нас, допустим, одна из целей, это создание сплоченной развивающейся команды специалистов, да? И когда сейчас нам, допустим, говорят, ребят, давайте сократить учиться. Они говорят, ну, опять, как бы, надо тут операционку решать. Говорят, ребят, цель. Ну, мы сами же, помните, это родили? Они говорят, да, точно, блин, а как же мы будем сплоченной развивающейся командой, если мы не будем обучаться ничему, да? И тут они вот, 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 операционки расскакивают, хорошо, давайте. И от всей этой лишней мусор очень помогает именно возвращение фокуса на цель. Классно, мы много чего хотим сделать, мы много чего хотим заниматься, развиваться, продвигать, а приблизит ли это нас к результату? Ну, и важно, что эта цель должна воздождена именно команда, и не просто сверху скучина, как бы, ну, и... Да, у нас был период, когда мы играли в цели, наши общие, в кавычках, да? Которые транслировал наш предводитель. Так, себе история. Цель предводителя подвела, потому что для всех нас не успевают. Вот, да, вот, будем завершать выводы, которые очень легко нам дались. И вообще, в принципе, биток этой конференции, это сама рефиксия, это такая про честность с собой, потряхивала перед выступлением обоих, потому что это не всегда получается сказать честно себе самому, в чем-то признаться, да? Сказать этот слух, а вот так быстро на аудиторию. Важный момент, который я подскрыл, которым все честно признаться не хотелось, я в прошлом году рассказывал, как бы, очень вдохновленный, вообще, в принципе, рассказывали, это в блоге, что это же там самоуправление, такая мечта, и реально я поставил, вы уже потом расслабили, кто-то понял это дело, что я поставил самоуправление во главу. Не важно, кто выживет, не важно что, главное самоуправление, то есть, все. И, соответственно, фокус пост вообще ушел отсюда. Но вопрос в том, что самоуправление – это только инструмент. Это тот инструмент, который вы можете использовать для того, чтобы строить свой бизнес. Важна компания, важно то, что вы делаете. Когда мы говорим про традиционную цель, про компанию, компания важна, то, что вы делаете, ваше предначение, это все остальное, а это лишь инструмент, который вы применяете. Вот у меня там было очень много важности, и я три года, прям как год, взялся за эту идею и удержался. Это прям очень страшная история. Мне было очень страшно это признать, я буквально один день назад только осознал всю эту историю, о чем нажимать. Самоуправление, то есть, не работа, когда найдем как-то выше помощная картинка в своей голове. Вы знаете, приезжая к лобовной койл-энерджи, и там Дима рассказывает, там вот падение, кризис, пойдем вверх, сейчас у вас все пойдет, может и не пойти. И самое интересное, это как живу в мире, что вы представляете, что сейчас ваша компания станет каким-то леопарда, каким-то львом туда-сюда, ну это просто про себя, да? А в том раз смотришь, у тебя какой-то утконос. Или, я не знаю, какая-то там выкухоль, как бы, да? И это круто, потому что я понимаю, что в тех условиях, которые есть... Здесь есть коллеги из север-группы, но это смешно очень. Просто, как бы, в тех условиях, в которых находится там наша компания, допустим, да, вот там сейчас вот такой вид, потому что, ну, и рынок там сильно поменялся, и все остальное, а вот на этом рынке там совершенно другое. И каждая самовыправляемая компания, она уникальна. Уникальна по-своему. Как в животном мире, как бы, нет каких-то там уродливых, уродливых, как бы, все красивые, потому что все на своем месте, и все почему-то есть. Это вот важный момент. Не надо сравнить себя с другими. Каждая компания точно уникальна. Не ждите, что у вас, когда вы в самовыправлении, у вас получится вовремя. Никогда не получится. Главное, чтобы сибирский кедр не получился. Я не знал, как с учредителем расстаться. Во себе, это уже как бы у меня в бизнесе было. Я все равно, как же мне с ним-то уже расстаться, как бы, я понимаю, что у человека черно незачем уже был. Лайффак, да. Ребят, если, ну, кто в собственной компании, да, у вас есть учредители, вы не знаете, как расстаться. Я иду, ну, когда ты уже скажешь, что все, уже. Ну, когда ты уже скажешь, что все, да ладно, ну, верну нас в нас миллион за год, а потом такой, ну, нет, все. Да, ну, кстати, держаться за людей, о чем я говорил, как бы, до последнего веря, что-то еще. Ну, смотрите, реально самоуправление такая штука, которая нужна не всем. Но этих людей очень много, вокруг нас тут мы забираемся, поскольку нас тут 400 человек, вот там 300, да, и вот эти люди уже есть. И они и есть проявлены в обществе, как бы, но, возможно, в вашей компании старого формата не все люди. Кто-то мимикрирует, делает, видимо, что он нужен, как у нас было. Но вот у меня это, глюк мой, что я держался с собой очень сильно, и им мешало идти дальше, и компания утормозила, так сказать. Поэтому аккуратней с этим. Люди важны, люди цены, очень цены. Но, вот, когда мы... Переход на самоуправление, не насильственный, а вот по любви, поискать желанию. Отпускать людей, короче, сколько об этом не наговорилось, сколько об этом не написано, везде на каждом шоку об этом говорят, но я только в этом году, как бы, спустя три года, как бы, ну, какой-то новый уровень сознания прошел. Про среду мы говорили, что люди формируют среду, и задача, как бы, сейчас, они собираются в среду, в которой люди смогут расти, изменяться, и будет это для них комфортно, ну, соответственно, как бы, необратимо. А что, ваше умевать? У нас три минуты, поэтому... Я про среду же говорил, то есть, получается, то пространство, где они могут получать новую информацию, где они вынуждены применять эту информацию, то есть, у них нет вариантов, когда он учился и забыл. Ну, как бы, в классике, где-то, не знаю, повышение квалификации отправили людей, они съездили в сентрии, они приехали, и до свидания. Это про то, как правильно должна быть среда, что тебя окружает. Это то, в чем ты двигаешься, действуешь, и у трансформации очень хорошо получается, когда человеку некомфортно в среде находиться, и тогда он начинает изменяться, начинает приспосабливаться. Либо выходить из нее, либо начинает меняться. Но, соответственно, чтобы меняться, он должен, как бы, ну, мы говорили про трансформацию, должна быть информация новая, должно быть достаточно комфортно в пространстве, чтобы можно было менять какая-то поддержка, и, соответственно, как бы необходимость. Но в классике обычно это просто, ну, я сказал, ты сделал, все, хочешь, не пышка менялся. Сейчас мы бытенько еще два момента расскажем, мне вопросить, а вот об этом мы уже говорили о том, что беря за основу что-то надо разобраться, что это, если я представляю, что это за дверь, и как с ним быть. И, вот такая фраза, откликается, да, очень, эхо-эхо-эхо раздается в голове, что если вы видите который дальше будет все сильнее и сильнее раскручиваться, это неизбежные изменения, неизбежное развитие, какие-то перемены, и либо ты включаешься в этот ритм и темп, и научаешься в нем быть, и быть таким же постоянно переменчивым, либо тебя просто в трубу размелит. Ну, и хорошо, и классное, что-то останется центрально, у тебя только есть, и ты вот с этого начнешь следующий шаг. Образуется кучка пепла, на которой ты потом воскреснешь. Да, да, да. Это то, что предстоит нам. И я скажу словами Вани, молча, но тоже важные слова. Помните, что всегда есть следующий шаг. И самоуправление вот это очень четко дает понять, что всегда есть следующий шаг. Можно вам просто? Спасибо. Спасибо. Мам, Миша, Миша, Миша. Наши не давящиеся актеры Мхана. Миша, Миша. Миша, Миша. Миша, Миша. Миша, Миша. Да, давайте. Сейчас я на виду самой. QR, QR. Да, да, да. Крамор сейчас приезжает на стажировку, говорят, что подсадные люди, а у меня еще конференция с подсадными девками. Вопрос про трансформационную иллюзию. Можете чуть более конкретно рассказать, сколько сотрудников уволилось и какая была динамика? Про трансформацию еще вопрос какой, что трансформации произошли, но там, где мы их не ждали. Можете чуть-чуть раскрыть? Да, конечно. Кто узался, кто там изменился, какой процент? Ну, окей, хорошо. То есть, у нас получалось где-то две компании родились из... То есть, я ушел в директор и создал свою компанию. Он увел производство практически полностью. У нас он остался. Вы сам вас собирали? Мы не собирали, у нас часть производства осталась, но мы не стали делать те объекты, которые делали раньше. Увел некоторые клиенты. Потому что последние лет пять, я на прошлой экземпляции рассказывал, практически все взаимодействие с первыми лицами было уже на нем. Ну, я как рисунком не занимался, я вообще так. В Таиланде я отдыхал там, на машинах катался. У меня произошла эта история, он готов был работать в такой иерархической структуре. Да, я сказал, вы делаете все, обсуждения нет. Я поэтому и пошел в самоуправление, потому что я понимал, что компания на грани. То есть, как бы, сбрыкнет директор, как бы, или что-то, все просто компания рушится. А вот эта вторая получше продолжила существовать, но уже как-то... Да, она произошла, более того, что мы в нормальных отношениях, более мы сейчас, как бы, начинаем сотрудничество, потому что, то есть, мы поняли, что мы просто больше не производственная компания, мы больше как... Я все равно не могу слово подобрать. Ну, как генподрядчик некий. То есть, мы ищем интересные проекты, знаем, как их реализовывать. У нас сейчас офигенно настроена финансовая, как бы, вся составляющая. у нас прозрачные финансы отстроены идеально, в которые все включены, вплоть до бригадира. То есть, мы видим маржинальность по каждому проекту в моменте, как бы, у нас 5 дней максимальная задержка по цифрам, и мы видим, ну, вот эту прозрачность, которая сейчас идеально настроена. И вот этот рост у нас был, получается, Римма пришла на закупщика, да, получается, ну, что следующую конфиденцию мы уже позовем, я, как бы, как раз на финанс. Потом, как говорит, давай я буду помогать счета оплачивать, я работу свою настроила, буду помогать счета оплачивать финансы. Сейчас она говорит, так не лезть, то, что с финансами, я разберусь. Надо было, позову. И таких ростов очень много, на самом деле, ну, больше, неожиданно. Да, на начальном этапе ушел директор, ушли бригадиры, ребята, которые организовывали эту работу. Бригадиры, мастера, даже начальники производства, да. Друзья, есть международная статистика, просто, чтобы сейчас к следующим вопросам перейти. При смене вот такой вот структуры меняется от 30 до 50, до 70, я не слышу от птицы. Вот, огромный, на тысячи людей, там, компании, 30-50 процентов смены. Больше 50, обычно, это может быть, к этому вопросу. И чуть-чуть развития вопроса, может быть, у вас есть какие-то лайфхаки, практически, как вы теперь собеседуете со искателем, как вы фильтруете людей, или только практика? За счет того, что мы держались за людей, притока вообще не было. Сейчас два главного человека ушло. Это та задача, которая перед нами стоит, на ближайшее, воздревое мнение. И мы сейчас... Давайте сейчас, ребята, прошу. И важно, чтобы вот сейчас людей принять компанию, мы понимаем, что если мы сейчас, допустим, не проясним ценности, и нам нужно не персоной заниматься, нам нужно понять ценности компании, чтобы мы по ценностям людей принимали сразу на берегу, потому что мы пробовали новых людей принимать, но не разобравшись с ценностями, сами, черной вообще, что на сцену. Ну, просто... И вот опрос... Пока нету, пока роли не описано. То есть... Пойдем дальше. Друзья, я хочу разговаривать, вы уже сейчас пьете свой кофе, уже кофе-брейк начался. Да-да-да-да. Кто хочет больше кофе, выходите, кто хочет помочь, ребят, можно оставаться. После времени уже идёт 3 минуты. Спасибо. Вы рассказали про свой травматичный опыт, связанный с эзотерикой, и с психологией, которые... Приходя, пожалуйста, переехали. Вот зима. Пристоит. Травматичный опыт, связанный с эзотерикой, и с психологией, да? Ага. Потом, соответственно, мы видим эту презентацию, где есть уклон на то, что внутренний мир детерминирован, обусловлен внешний мир, средой, да? Вы говорите, средой, да? Вы не предполагаете, что, может быть, новое колебание маятника, да? И что сейчас вы абсолютизирует эту среду, этот внешний мир, а не внутренний мир, человек. По поводу наследия ветера, это вопрос, у меня, проявление сознания, как то, реальность формирует сознание, а потом уже знание, как то, реальность. Соответственно, если мы говорим про ветера, как то и людей, то люди, которые пока это не формируют, у нас появляется, и, соответственно, как бы через вкусное мнение умирает. Я это очень хорошо понимаю, но просто когда я это... не формирую,